Социальные пакеты работников образования, здравоохранения и соцзащиты в Казахстане будут пересмотрены. Об этом тоже говорил сегодня Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил правительству с 1 июля следующего года разработать и внедрить новую модель оплаты труда гражданских служащих. Почему я об этом говорю? Несмотря на годы кризиса, вы помните, мы увеличили пенсии в 2-3 раза, заработные платы учителей и врачей тоже увеличили 2-3 раза. Но мы допустили перекос гражданских служащих, осталось непонятно где. Поэтому все это надо привести в соответствие. И эта работа должна обеспечить повышение зарплаты работникам здравоохранения до 28%, образования до 29%, социальной защиты до 40%. Надо усилить внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями. Такие граждане есть, обделенные судьбой, своей жизнью, здоровьем и так далее. И их немало, более чем полмиллиона человек. Позаботиться об этих людях – наш долг перед собой, перед людьми и перед Аллахом, если хотите. Я еще раз обращаюсь ко всем нашим компаниям, бизнесменам. Они могут работать и во всех предприятиях бытового обслуживания, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в конторах, офисах, ресторанах, предприятиях. Можно дать им работу. Наши все социальные институты, неправительственные организации, во главе с партией НРУТАН, нам всем этим надо заняться, если надо правительству специально провести работу со всеми компаниями и принять соответствующие решения по этому вопросу. Правительство с 1 июля 2015 года надо повысить на 25% размеры социальных пособий по инвалидности утери кормильца.